Добрый вечер! Если можно так сказать, справедливый вечер. Наверное, справедливость – один из самых дефицитных товаров сегодня в мире и в нашем обществе. И я очень рад, что с именем Николая Николаевича связано это восполнение несправедливости, которая была в течение его жизни. Потому что, конечно, это, как другие его сочинения, должно было звучать при его жизни. А он почти не слышал своих сочинений, и я забыть не могу, как однажды. Он пришел, он жил совсем недалеко от кабинета из Эйнштейна, где я работал много лет, и заходил иногда, пришел счастливый и сказал, что он был на студии «Ночь популярных фильмов». И там сыграл, значит, он в фильм вставил кусочек своей симфонии додокофонной, которую нельзя было исполнить, и он ее впервые услышал. Он говорит, ну какое счастье, там снимают фильм про космос, про спутники, и совершенно не важно, что там звучит. И вот я послушал кусочек своей симфонии. Знаете, в тот момент мне не пришло в голову сказать, что это было не просто возможность услышать. Была какая-то великая справедливость в том, что именно под космос прозвучала фрагмент его симфонии. Есть какое-то родство, я думаю, в музыке Каретникова и в мироустройстве. Наверное, это звучит очень пафосно, очень, может быть, ходульно. Но я абсолютно уверен, что он мыслил музыкально не в бытовых категориях. Я ничего не говорю против бытовых категорий. К нам абсолютно необходимо в музыке и сострадание, и радость, и все, что мы знаем, что музыка дает человеческой душе. Но у него был другой масштаб мышления. У меня сегодня с утра, поскольку я не музыковед, я сегодня вышел только потому, что встреча с Николаем Николаевичем в 1958 году, страшно сказать. На фильме «Ветер» я был студентом-практикантом у Аллы Ваеномова, а Каретников писал музыку. И я думаю, что это один из главных подарков судьбы встречи и потом много лет общения с Колей Каретниковым, который для нас был как бы один из нас, хотя мы понимали масштаб его личности, понимали, что он знает то, что нам знать не дано. И только через него, может быть, мы что-то поймем. Не только в музыке. Я помню еще один момент полного счастья на лице Николая Николаевича, когда он рано утром пришел, я только успел войти на работу, и он без звонка, обычно он так не поступал, он позвонил в дверь, видимо, он ночью не спал, у него было абсолютное счастье на лице, и он сказал, «Мне удалось». Я помню эту фразу «Мне удалось». Он написал первый хор для Бега Булгакова, который снимали Аллов и Наумов. Это был первый из трех хоров, которые были написаны для этого фильма. Потом прибавил еще пять, и получились восемь духовных песнопений, посвященных памяти Пастернака. А потом было еще пять духовных песнопений. Но я помню вот это счастье человека, который прикоснулся к истине. Я думаю, это было не просто удачное сочинение. Это было ощущение того, что ему удалось стать посредником между чем-то, что незримо, и тем, что он может воплотить. Я не хочу сейчас говорить теологическими терминами. Я могу только сказать, что у Николая Николаевича было удивительное чувство того, что музыка должна служить. Это служение не есть служба. И то, что он отказывался от славы, которую ему могло бы предоставить большой театр, непрерывные концерты, даже не очень кривя душой. Тем не менее, он отказался от более легкого пути ради того, что он считал своим служением. Однажды, когда он писал свой балет «Крошка Цахис» по прозванию «Ценобер», балет, который у нас вышел в усеченной, к сожалению, редакции волшебной камзолы, был показан очень мало, и мы до сих пор не понимаем, какое сокровище есть в нашей музыкальной культуре. Я очень надеюсь, что это будет поставлено. Мы с ним заговорили о том, что такое немецкая романтика. Он был необыкновенно образованным человеком, он великолепно знал Гоффмана, он понимал, какая линия идет от Гоффмана через Гоголя к Достоевскому. И как ни удивительно, этот балет помог ему создать одно из самых великих киномузык, которые есть, я думаю, вообще в нашей культуре и, я думаю, в мировой культуре. Это скверный анекдот Аллы Инаумова, музыка, которая, на мой взгляд, самая адекватная музыка Достоевского. В этом году юбилей Достоевского. Я очень надеюсь, что этот фильм вернется на экраны. Послушайте, что делает Каретников, какая там одновременно боль, сарказм, едкая такая насмешка над притворствующими либералами, которые не являются ими, и мещанами, которые не понимают, насколько они мелки. Но в этом нет никакой ксенофобии, во-первых, в этом нет никакого пренебрежения малыми семей. У него никогда не было комплекса величия, а есть сострадание. Я видел довольно много фильмов с хорошей музыкой. Но фильмы с музыкой Каретникова несут в музыкальной фактуре что-то, что, я думаю, абсолютно сравнимо с лучшими достижениями актерского мастерства, сценарного мастерства. Это своя драматургия. Если хотите, кинематографическая полифония не в музыкальном смысле, а в смысле многоголосья. В кино она держится во многом на музыке Каретникова. Если вы посмотрите не только скверный анекдот, но и бег, то болгаковская стихия гораздо больше, мне кажется, выражена в музыке, чем в других голосах, в том числе замечательных актеров там играющих. Это одна из самых серьезных работ Алла Ваеномова. И тем не менее, к сожалению, там многое зашумлено. К сожалению, фонограмма не дает чистоты того, что написал Николай Николаевич. Но тем не менее, он создает тот уровень, на котором болгаковская трагедия становится действительно зримой через слух. И это феномен Каретникова. Я хотел бы завершить одним анекдотом, который написал в замечательной книге «Тема с вариациями». Он вообще замечательный оказался писатель, а не только композитор. Но там есть смешная история. История о том, как Феллини рассказывал, что он ждет каждый фильм Антониони. Он сказал, что вот ему труднее, чем мне в два раза, потому что он один, а нас двое. И собеседник Феллини спросил, вы имеете в виду Джулету Мазину, его жену, великую актрису? На что он сказал, нет, я имею в виду Бога? Вот Каретников, я думаю, как и Феллини, имел в савторах Бога. И я очень надеюсь, что сегодня мы это почувствуем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Спасибо.